Субтитры делал DimaTorzok За день до экзамена под подушку, то ты обязательно сдашь на пять Потому что один раз я не положила, не сделала так и получила тройку Поэтому я теперь делаю всегда так Утром перед экзаменом у многих студентов начинается так называемая левосторонняя жизнь Встать надо с левой ноги, левой рукой чистить зубы и даже пить чай Ставить пять рублей под пятого Также не мыть голову перед экзаменом Экзамена Халява вреди! Монетку под пятый клал? Нет, пока не голову. 14-го же экзамен, 14-го положу Но лучше, конечно, это готовиться и не кричать халяву приди, а сидеть и готовиться, чтобы сдать хорошо Я надеюсь только на свои знания, соответственно теоретические данные, которые мы изучаем Их нужно отвечать вот так Как-то протащить телефон, достать так, чтобы преподаватель не увидел Либо куда-то засунуть, написать шпаргалку мелким почерком и куда-то засунуть в карман, либо еще куда-то Создание шпаргалок особое искусство И если раньше их приходилось писать от руки, сейчас главное подспорье техника Эти действия знакомы каждому студенту Набираем вопросы мелким шрифтом, разрезаем, складываем и кладем в карман Удобные карманы пол-дела Также, если вы в пиджаке, можно спрятать подсказки внутрь И подсматривать удобно, и вид презентабельный На линейках и ластиках, в бутылках и просто в телефоне Где только не прячешь шпаргалки Но главное помнить, если вас поймают на горячем, от пересдачи не спастись Преподаватели, конечно же, это чаще всего видят и знают И способы, как это списывается, и чаще это видят Я, допустим, считаю, что если студенты подготовились, то они уже что-то, ну как-то все-таки выучили Достаточно у студента забрать лист, на котором он готовился, и начинать беседовать Все становится тут же понятно Суеверия и подсказки придают студентам уверенности Но они не могут заменить собственные знания Тому, кто действительно выучил материал, не будет страшен ни один экзамен Дарья Шарипова, Игорь Сюткин, Утро нового дня